В общем, первые шесть пунктов, я говорил об этом, это указание Шилапрупада относительно деятельности Искона по отношению к миру. То есть Искон — это организация, которая служит обществу. Это не организация, которая живет ради себя, а организация, которая живет ради людей, которые живут в этом мире. То есть это умонастроение Вайшнава, преданного Искон. И дальше Шилапрупада в нескольких пунктах он говорит о том, каким образом осуществляется, то есть откуда преданные берут духовную силу для того, чтобы осуществлять вот эту деятельность, для того, чтобы заниматься проповедью, для того, чтобы давать возможность людям создавать общество благоприятное для духовного развития. Еще Шилапрупада, следующий пункт у него посвящен раскрытию этого момента. «Используя индивидуальный подход, стараться спасать людей, ставших жертвой тенденций, превалирующих в современной цивилизации, под лозунгами ложных, внешне привлекательных идеологий, чтобы человек с большой буквы снова смог стать свободной душой, и бы и жить свободным, обретя духовное видение». И слушайте внимательно. «Да ли это возможно осуществить благодаря индивидуальной духовной инициации, дикшей, когда человек обретает способность видеть все сущее в Боге и Бога во всем?» Эта же формулировка в Лиге. «Используя индивидуальный подход, стараться спасать людей, ставших жертвой тенденций, превалирующих в современной цивилизации, цивилизации ложных сентиментов». «Чтобы человек снова смог стать свободной душой и начал действовать и жить свободно, движимым вдохновением, которое дает духовное видение. Это возможно осуществить благодаря индивидуальной духовной инициации, полученной из авторитетного источника, когда человек обретает способность видеть все сущее в Боге и Бога во всем». То есть это очень важное определение. Шрепрупада здесь объясняет процесс дикши. То есть он объясняет, что такое дикши. Здесь есть несколько важных составляющих частей. Первое то, что Шрепрупада говорит, что дикши — это индивидуальный процесс. То есть это не какая-то штамповка, это процесс индивидуальной подготовки человека. Строго индивидуальный. Вот, это первый момент. Второй момент. Шрепрупада говорит о том, кто является кандидатами для получения дикши. Что это за люди такие, что это за преданные? Это особая такая вещь, потому что большинство преданных не задумывается над вопросом идеологии. То есть преданные, ну как бы религиозные, они счастливы, что у них есть замечательная религия трансцендентная, они танцуют на киртанах, кушают прасад, и они счастливы милостью Кришны. Но Шрепрупада здесь говорит о людях, которые интересуются вопросами идеологии. Что такое идеология? Идеология — это как бы слово «идеология» можно перевести как «переложение духовного знания для изменения общества». То есть идеология — это не просто духовное знание, а то, каким образом его можно применить для оздоровления общества. Понимаете, да? И вот он говорит очень интересную вещь. Он говорит, нужно спасать людей, ставшие жертвой ложных идеологий, внешнепривлекательных в этого мира. То есть люди серьезные, которые что-то хотят сделать для этого мира, они обычно привлекаются разными измами. И под флагом этих измов они пытаются что-то сделать для этого мира. Но о них ничего не получается, потому что эти как бы измы или идеологии, они построены на сентиментах, а не на подлинном знании. И что Шрепрупада здесь говорит? Он говорит, таких людей надо отлавливать поодиночке и давать им дикшу. А что такое дикшу? Дикшу — это духовное знание, переложенное в практическом контексте, то есть в контексте социального служения, то есть изменение общества людей, а духотворение людей передачи им духовного знания. И следующий момент, который Шрепрупада объясняет, это что же, собственно говоря, дает дикшу человеку. То есть как понять, что человек получил дикшу, признак. Признаком того, что... Шрепрупада — это два признака. Первый признак заключается в том, что человек обретает свободу, внутреннюю свободу. Не внешнюю свободу, которую декларирует лживая сентиментальная идеология, демократическая, а внутреннюю свободу. Что это за внутренняя свобода? Внутренняя свобода Шрепрупада определяет в формулировке Гитта Нагари, как способность действовать благодаря вдохновению, внутреннему вдохновению, которое дает видение духовное. То есть видение того, что можно сделать для людей, как можно изменить их мировоззрение, как можно дать им это знание. То есть иначе говоря, свободу можно человека считать тогда, когда у него есть внутреннее вдохновение. Не просто он живет за счет внешней подкачки какой-то, у него есть внутренняя миссия, у него есть собственное видение, индивидуальное. Вот если убрать вообще все, вот искон убрать, убрать вот эту благоприятную среду, храмы и так далее, он все равно будет проповедовать, он все равно будет как бы служить миссии, ачарьев Шилы Прабхупады, да? Вот этот человек получил дикшу. Очень конкретная вещь. И дальше Шилы Прабхупада описывает, что у него за видение такое. То есть он описывает, о каком видении говорится здесь. Видение очень простое. Этот человек обретает способность видеть все сущее в Боге и Бога во всем. Вот оно, его видение. То есть, иначе говоря, то, что мы обсуждали до этого, то есть преданный может видеть, как Господь проявляется в разных религиях, он может видеть, как Господь проявляется просто в социальной жизни. Например, люди живут в семейной жизни, у них есть естественное стремление служить друг другу, да? Мы говорили санатан-дхарма и так далее. Но человек понимает, что их способность служить, их желание служить, оно не может быть осуществлено по-настоящему, принести удовлетворение их душе, потому что они будут разочарованы. Потому что если в центре нету вот этих вот, ну как бы, отношения к человеку как к душе, и вот этого богоцентризма, понимания того, кто на самом деле является хозяином семьи, то никакие отношения не могут привести к успеху. Результат этих отношений — это, безусловно, какие-то процессы разочарования и деградаса. Поэтому, когда преданный видит Бога во всем, он становится способным не внедрять что-то извне, а именно изнутри, из того, что людей вдохновляет, проявлять Кришну. Понимаете? Изнутри. Читание Чаритамрити говорится, что сознание Кришны находится в сердце человека, его не получают извне. То есть нельзя получить сознание Кришны извне, его можно получить только из природы. То есть, как бы, вот из той жизни, в которой человек живет, там надо пахтать, как бы, и чтобы проявлялся Кришна. Вот благодаря Исанге, благодаря процессу проповеди, человек должен проявить Кришну внутри своего сердца, внутри своей жизни, вот тогда он получит бхакти, а не гьяну. Потому что, когда человек получает все в готовом виде, в виде какой-то религии, какого-то представления внешнего, он получает гьяну. Но бхакти он получает тогда, когда его сердце откликается, то есть, когда для него это естественно, то, во что он верит. То есть, это его жизнь, это его, как бы, стала его природой. Вот тогда это бхакти. Так что это очень важно, что вот это обретение видения, о котором Шила Барупада говорит, оно является, собственно, характеристикой дикши. Вот. И как раз это и объясняет, то есть, то, что мы обсуждали, что человек обладает, как бы, мышлением определенным, то есть, у него есть способность, есть понимание логики Писания, он понимает, как бы, вот эти все моменты, они у него связаны. То есть, как Кришна связан со всем, да? Это называется логика. Вот. Это, собственно говоря, когда вы можете указать вот это вот, и человек увидит, а, вот оно как, понятно. То есть, это не просто вера, а это реальное что-то. То есть, это что-нибудь, это не что-то сложное такое, это просто понимание Писания. это не просто вера, это не просто вера, это не просто вера, это не просто вера,